Девушки отдыхают На полмиллиона в Хакасии вводится особый противопожарный режим Чего стоит костер сегодня и что сделали и власти, и спасатели, чтобы не повторить прошлой весны Теоретически Хакасия в любом случае может получить два депутатских мандата от политической партии Хакасия одна, креслом может быть два Реальный шанс получить два депутатских мандата у республики полгода до думских выборов Что нового в этот раз? Просто перемена в жизни какая-то Очная ставка, кто готов ехать в Крым, к морю и на заработки Первое собеседование с работодателями с юга прошло в Абакане Какие вакансии еще остались? Всеобщая идентификация идет Почему отпечатки пальцев теперь нужны не только криминалистам, но даже больше законопослушным гражданам И куда теперь не пустят запятнанной репутацией Те, которые каким-то образом подвергались уголовному последованию и у них были судимости, мы выдвигать не будем и не станем Общая память Вести Хакасия запускает новый проект Хакасия в годы Великой Отечественной войны Мы ищем фотографии городов и сел республики в военные годы Вспомним вместе Апрель 2016 в Хакасии не подпортит с метеорологом статистику Погода будет приближена к многолетним показателям Средняя температура месяца плюс 3 градуса В первой декаде ночью ожидается от минус 2 до минус 7 Днем же плюсовые температуры 8-14 Однако вторая декада заставит жителей республики вновь утеплиться В середине месяца подует холодный шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду Сопровождаться все это будет дождем в горах мокрым снегом Существенное похолодание с ночными температурами до 12-17 градусов мороза Дневные температуры в этот период понизятся до плюс 2-3 градусов Это кратковременное будет похолодание 20 числа апреля принесут в республику стабильное весеннее тепло Ночами столбики термометров окончательно зафиксируются на плюсовых отметках От 2 до 7 днем воздух будет прогреваться до 20 градусов Наступил апрель и прошел ровно год с одного из самых трагичных в истории Хакасии Событий аномальных пожаров весны 2015 года Сегодня республика всесторонне готовится к прохождению опасного сезона Силы МЧС провели уже 7 тренировок по ликвидации природных пожаров Проверены системы оповещения населения конкретно с населением Так как причина пожаров почти в 100% человеческий фактор Ведется усиленная работа А это задача местных властей Во всех населенных пунктах Хакасии проходят противопожарные рейды Так в Черногорске, который к слову тоже серьезно пострадал от огня 12 апреля прошлой весной Пообщаться с жителями девятого поселка вышла практически вся городская администрация Чиновники прошли частный сектор и напомнили жителям, что сухая трава и мусор возле домов несут серьезную угрозу Конечно, 100% нам результата добиться не удается Но тем не менее эта работа приносит свои плоды Потому что люди все равно в большинстве своем Люди откликаются и очень дружно выходят и на субботники Потому что все понимают, что кто здесь в частный сектор придет Дворников здесь нет, только самим К слову, такой дружеской встреча с представителями власти была последней Во время следующей проверки всех, кто не убрал мусор, будут штрафовать Кроме того, в Хакасии запрещено сжигать мусор и разводить костры На то есть постановление правительства Российской Федерации И конкретно сейчас, когда в Хакасии вводится особый противопожарный режим Штрафы за огонь удваиваются В итоге для граждан они предусмотрены в размере 4 тысяч рублей А для юрлиц могут достигать полумиллиона Дело может закончиться и уголовной статьей В зависимости от тяжести последствий, которые принесет огонь К другим темам Завершить строительство сельских школ Хакасии поможет федеральный бюджет Шанс получить заветные миллионы довольно велик Уверены депутаты и правительство республики Москва предлагает регионам деньги, однако выдвигая при этом жесткие условия Об этом и не только стало известно на сессии парламента Хакасии Константин Кравцов с подробностями Федеральная программа от Единой России призвана осуществить настоящий форсаж в строительстве школ Каждый регион имеет шанс получить на это деньги Однако Москва выдвигает при этом ряд обязательств Это обязательно должен быть школа, объект, который должен быть введен в 2016 году Высокая степень готовности, чтобы те средства, которые были вложены, действительно уже дали нам готовый объект Чтобы не было замораживания средств, не было незавершенных объектов Поэтому мы сейчас посмотрели, какие возможны школы заявить, которые у нас сейчас уже в такой стадии достаточно высокой Еще одно «но» – деньги выделяются на условии софинансирования 30% – региональные средства В закромах в бюджетах Хакасии имеются По линии Министерства образования зарезервировано 142 миллиона рублей Сегодня депутаты одобрили предложение правительства пустить деньги в дело Из 142 миллионов, около 100 миллионов, чуть меньше, нам будет восстановлено 90 с небольшим датом Так что программа очень такая привлекательная Поэтому каждый субъект Российской Федерации старается успеть до 4 апреля Принять свои законы о раскассировании или о финансировании этих объектов Стоит отметить, подобная программа уже зарекомендовала себя с детскими садами Благодаря федеральному центру в Хакасии построено 12 новых и 18 реконструировано Сегодня республика имеет школы, готовые вот-вот распахнуть двери Но еще требующие усилий строителей Так что денег ждут не только чиновники, но и дети, в основном сельские Ну а что касается воспитания, как известно, в унисон идущего с образованием Это еще один вопрос сессии парламента Точнее сказать, воспитания патриотического Сегодня депутаты единогласно приняли в первом чтении соответствующий закон Который и призван навести порядки в любви к родине Норма касается и власти, и организаций, работающих в республике на поприще патриотизма И устанавливает правила, кто за что должен отвечать Главная задача воспитывать достойных граждан большой страны Которые чтят историю и знают культуру Тема, как отмечают авторы проекта сегодня, актуальна как никогда Растет уровень информированности общества Одновременно возрастает и уровень циничности, равнодушия, агрессивности людей На людей оказывают влияние различные религиозные и политические течения В том числе националистического толка Отсутствуют четкие мировоззренческие позиции Стоит отметить, что закону о патриотике предстоит пройти еще второе чтение Только тогда в Хакасии он появится официально Примечательно, но на федеральном уровне подобного пока нет Однако, с учетом того, что в одном из выступлений Президент отметил патриотизм как национальную идею Стоит полагать, пробел в скором времени будет заполнен Константин Кравцов, Сергей Казмин, Вести, Хакасия И на этой неделе депутат Госдумы от Хакасии Побывала с рабочим визитом в республике С Надеждой Максимовой в нашей студии встретилась Татьяна Донцова Интервью далее в нашем эфире Наш эфир продолжает рубрика интервью И сегодня гость нашей студии депутат Государственной Думы Российской Федерации от Республики Хакасия Надежда Сергеевна Максимова Мы видим, что вы очень часто встречаетесь с молодежью, со студентами Вот чем вызвано такое внимание и какие темы вы обсуждаете? Ну, молодежь – наше будущее, поэтому, конечно, с ними встречаться надо Самое главное, что молодежь у нас такая раскрепощенная, интересная, креативная Вопросы всегда задают напрямую, не считаясь там с твоими заслугами или возрастом Это правильно, потому что, конечно, они хотят получать ответы на те вопросы, которые сегодня волнуют Но я уже не говорю о том, что, конечно, это условия, в которых они живут, в которых они учатся А самое главное – будущее, то есть закончил университет, дальше куда устроиться работать, как создать семью, в каких условиях эта семья будет жить, рожать ли детей, будет ли у них будущее и так далее То есть эти все вопросы, конечно, интересуют молодежь, а самое главное, что и нас они должны настраивать Те, кто, ну, в принципе, создаем для них базу, обращать на это внимание И я считаю, что у нас, в принципе, на федеральном уровне приняты программы поддержки молодежи, особенно на селе Вы знаете, что там есть программа «Земские докторы», программа переселения в сельскую местность, особенно медиков И у нас хорошая программа работает, которая направлена на то, чтобы наделение, выдачу бесплатных земельных участков молодым людям, молодым семьям И мы считаем, что это очень важно для того, чтобы они закреплялись, именно жили здесь и оставались в республике Хакасия И с точки зрения оздоровления, вот у нас оздоровление и вообще подпитки семей У нас уже несколько лет работает материнский капитал на федеральном уровне, добавка идет из нашего республиканского бюджета А самое главное, что мы расширили действие этого материнского капитала То есть его можно теперь направить и на приобретение жилья, и на ипотечный кредит, погашение его И на здравоохранение и образование для ребенка, и на пенсионное обеспечение матери И на поддержку и реабилитацию, если ребенок, не дай бог, инвалид Но тем не менее, то есть практически вот эта вот возможность его использовать по многим направлениям Это тоже привлекает людей и, в общем-то, стимулирует в определенной степени, чтобы в семье появлялись еще и еще детки И, конечно, с точки зрения улучшения демографии, рождаемости, я считаю, что у нас в республике И, во всяком случае, то, что у нас сейчас строится перинатальный центр, это будет большое подспорье молодым семьям Потому что, в принципе, по тому количеству жителей, которые у нас на территории в республике живут, нам такой центр не полагался Но доказали, сумели защитить свои позиции о том, что не только наши жители пользуются, но и близлежащие Республики Тывы, Красноярского края, Юга Красноярского края Поэтому такой центр строится, он будет оснащен необыкновенным оборудованием, которое позволит выхаживать даже детишек, родившихся весом 500 граммов Можете себе представить? Поэтому, как бы, вот в этом плане тоже есть определенная уверенность наших будущих мам в том, что, да, действительно, для них будут созданы, для них, для их детишек будут созданы нормальные условия Чтобы и благополучно выносить, благополучно растить, а в перспективе, конечно, и обзавестись своим домом Ну вот, к теме строительства крупных объектов У нас вот перинатальный центр строится, закончено строительство нового корпуса республиканской больницы Как вы считаете, вот нам необходимы такие суперкрупные объекты нашей республики? Ну, конечно, необходимы Я, например, считаю, что у нас во многом вот те республики, которые, как бы, выделились после распада Союза, были в составе краев В определенной степени недополучили вот таких объектов социально-культурного назначения Потому что, как правило, это были краевые центры, в основном все строилось там А вот, так сказать, окраина, она недополучала в этом плане вот таких вот учреждений И поэтому сейчас, конечно, задача для того, чтобы в республике были такие крупные хорошие объекты Где можно было бы сосредоточивать и мероприятия культурного плана, мероприятия по здравоохранению и так далее И поэтому я считаю, что очень важно, что у нас вот выстроена новая больница Вернее, новый корпус больницы имени Ремешевской И очень хорошо освоены средства Потому что я еще помню, когда это был полуразрушенный трехэтажный корпус Когда его начали разбирать эти стены И постепенно наблюдала за тем, как идет строительство И вот сейчас этот стоит красавец восьмиэтажный А вчера еще я в него вовнутрь зашла Посмотрела, какие там замечательные палаты, места общего пользования Какие подготовленные операционные Самое главное, переносить его новым оборудованием Потому что то, что старое, конечно, обидно в такое здание европейского уровня Ну, как бы вот идти с таким вот старым медицинским оборудованием Поэтому, конечно, сейчас задача, она очень нелегкая, честно скажу Этим занимаются все, начиная от главы республики, его заместители, министры И я все время подключаюсь к этим проблемам Для того, чтобы все-таки новейшее оборудование было, пусть постепенно, но тем не менее, завезено в этот хирургический корпус Вот перинатальный центр замечательный у нас сейчас тоже строится И тоже здесь главное освоить те ресурсы, которые нам выделялись из федерального бюджета Потому что если мы в этом году их не освоим, на следующий год они нам уже не вернутся И я считаю, что в данном случае строители должны проявить просто максимум патриотизма И для республики это сделать Чтобы то обещание, которое Виктор Михайлович дал в декабре сдать это здание Чтобы оно было осуществлено, сбылось Надежда Сергеевна, ну а насколько сложно защищать интересы республики на федеральном уровне? Вот какие вы аргументы приводите? Ведь субъектов много Вот как вам удается убедить власти российской? Ну вот те аргументы, которые я уже сказала О том, что все-таки у нас граждане должны пользоваться одинаковыми правами, где бы они не проживали И поэтому жители республики Хакаси тоже имеют право И на достойное медицинское обслуживание, на получение образования И, естественно, культурный досуг Конечно, приходится доказывать, это нужно делать множество расчетов Доказывать, какие доходы собираются в республике Сколько расходов мы осуществляем за счет этих доходов Какие нам дополнительные ресурсы нужны И главное обосновывать, почему именно тот или иной объект мы должны построить в данном случае Например, по музею Козласова тема шла еще с 70-го года прошлого столетия И только потому, что удалось доказать, предъявить, какие у нас артефакты находятся на территории В каких условиях они хранятся Все-таки прониклись в конце концов и в Министерстве экономики, и в Министерстве финансов Что да, такой объект нам необходим Тем более, такое количество золота хранится в Эрмитаже Пусть хоть кусочек его мы здесь представим своим жителям А главное, что я думаю, что такой вот объект культуры Он будет привлекать и туристов к нам со всех сторон Потому что сегодня, конечно, все разбросано Посмотреть особенно некогда Здесь будет вот такой вот объект замечательный Куда пришел и сразу посмотрел Вот они корни Вот они, ну, как бы наследие наших предков Которым можно и полюбоваться И, в общем-то, проникнуться тем, что действительно Мы давным-давно живем на этой земле Она наша Спасибо, Надежда Сергеевна, за интересную беседу Напомню, сегодня гость нашей студии Была депутат Государственной Думы от Хакасии Надежда Максимова Вы смотрите Вести Хакасия События недели Мы продолжаем Хакасия готовится к крупному политическому событию Думские выборы предстоят нам в сентябре 18-го числа Мы должны выбрать депутата Который в ближайшие пять лет Будет отстаивать интересы республики На федеральном уровне И, к слову, в этом году у Хакасии есть шанс Получить сразу два кресла В Нижнем Палате Федерального Собрания И зависит это напрямую от активности избирателей Чем еще будет отличаться нынешняя выборная кампания От предыдущих Нам рассказал Александр Чуманин Он председатель избиркома республики Интервью далее в нашем эфире Александр Владимирович, ну в этом году жителям России Предстоит выбирать депутатов Государственной Думы В чем принципиальное отличие от прошлой избирательной кампании в Госдуму? Мы возвращаемся к выборам депутатов Государственной Думы по смешанной системе То есть 225 депутатов будет избрано по одномандатным избирательным округам И 225 депутатов будет избрано по спискам кандидатов, которые будут выдвинуты политическими партиями Ну про партии мы поговорим чуть позже Давайте еще раз про одномандатные округа Вот как они избираются, одномандатные избирательные округа Как они формируются, сформированы ли они И вот что касается Хакасии Что у нас, Хакасия один одномандатный округ? Что касается формирования избирательных округов Одномандатных избирательных округов Они формируются в соответствии с федеральным законом, утверждаются на 10 лет. В прошлом году вся территория Российской Федерации была разбита на 225 одномандатных избирательных округов. Обязательное условие, что в каждом субъекте Российской Федерации должен быть хотя бы один одномандатный избирательный округ. И второе условие, одномандатный избирательный округ не должен превышать количество 3 миллионов человек. Что касается Хакасии, то в соответствии с утвержденной схемой одномандатных округов, в Хакасии присвоен номер 35. И наш одномандатный избирательный округ, соответственно, называется Хакасский одномандатный избирательный округ номер 35. То есть наша республика это отдельный избирательный одномандатный округ? Да, наша республика это отдельный одномандатный избирательный округ. Правильно ли я понимаю, что у Хакасии, нашей республики, есть возможность получить два мандата в Государственной Думе? Что это, миф или реальность? Если говорить о распределении депутатских мандатов, могу с уверенностью, с стопроцентной уверенностью сказать, что один депутатский мандат по итогам выборов кандидатов по одномандатному избирательному округу Хакасия получит непосредственно как регион. Что касается распределения мандатов по партийным спискам, здесь несколько сложнее процедура распределения мандатов и в большей степени она зависит как от активности избирателей в целом, от явки. Она зависит от поддержки избирателями той иной политической партии. Она зависит от формирования политическими партиями региональных групп. Всего страна может быть разделена на 225 территориальных групп по количеству одномандатных округов. При этом политическая партия сама вправе определить, будет это отдельный субъект Российской Федерации, который соответствует одномандатному округу, либо это будет группа субъектов, группа одномандатных округов, при том, что они должны быть граничащими между собой. Расстановка кандидатов внутри региональной группы. От этого будет зависеть и, соответственно, поддержка той или иной политической партии именно на территории данной региональной группы. И в зависимости от этого будут распределяться мандаты. Если говорить о теории, то теоретически Хакасия в любом случае может получить два депутатских мандата от политической партии, потому что все политические партии, которые будут участвовать в избирательной кампании, будут зарегистрированы, они обязаны всю территорию Российской Федерации разделить на региональные группы. И в том или ином случае, вот уже от тех условий, как я сказал, Хакасия будет либо отдельным субъектом, как территориальная группа, либо входить в группу субъектов. Но депутат, соответственно, который будет представлять Хакасию от политической партии, он будет в Государственном Думе. Другой вопрос, будет это, скажем, непосредственно депутат от Хакасии, да, или это будет депутат, который представляет группу субъектов. То есть вот здесь нюанс определенный. Так, понятно. А что, если говорить про современные технологии, будут ли они использоваться на домских выборах? Что касается современных технологий, мы традиционно уже будем применять комплексы электронного голосования. Их у нас на территории 20 комплексов, если быть точнее 25, 20 основных и 5 резервных. В последнее время мы их применяем на выборах в городе Черногорске. Из других новшеств, как организация видеонаблюдения за ходом голосования, это все будет зависеть от решения Центральной избирательной комиссии, от решения федеральных органов государственной власти. Потому что вопрос довольно-таки затратный. И как решение будет принято, соответственно, по ним будут проведены определенные мероприятия. Ну и в итоге сколько бюллетеней получит на руки каждый житель Хакасии? Будет ли там графа против всех? Каждый житель республики получит по основным выборам два избирательных бюллетеня. Это по выборам депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу и по голосованию за списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями. А графа против всех? Графы против всех не предусмотрены законодательством. Разве нет на думских? Нет. Что касается графы против всех, то федеральный законодатель однозначно, первоначально определил, что на федеральных избирательных кампаниях графа против всех не применяется. И также она не применяется на выборах органов государственной власти субъекта. И дали на откуп законодательным органам субъектов право включать графу против всех на местных выборах. Наши законодатели, депутаты Верховного Совета своим правом воспользовались. И данная графа не была включена. Соответственно, на территории Республики Хакасия в избирательных бюллетенях графы против всех не будет. Спасибо, Александр Владимирович, за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Но я думаю, что мы еще не раз поговорим на эту тему. Спасибо вам, что пришли. Напомню, в эфире у нас была рубрика интервью и гость нашей студии, руководитель избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин. К другим темам. 40 жителей Абакана изъявили желание поработать этим летом в Крыму. Предварительное собеседование с потенциальными работодателями прошло в городском центре занятости населения. Общались представители двух республик по видеосвязи. О результатах переговоров Олеся Калиниченко. В этом сезоне на полуострове ждут небывалого наплыва гостей. Обслужить всех своими силами у крымчан вряд ли получится. На помощь позвали регионы России. Всего в Крыму открыто более полутора тысяч вакансий. В основном это работа в санаторно-курортной сфере. На море ждут горничных, официантов, поваров, водителей и аниматоров. Все вакансии проходят через службу занятости. Обманов и невыплат зарплат быть не должно. У нас десятки работодателей с Республики Крым. Вот сегодня представляем четырех работодателей. Идет видеоконференция с помощью программы Скайп. А предприятия почти все государственные. Поэтому и работодатели, я сейчас слышу, говорят о том, что зарплата вовремя. Гарантии трудовые соблюдаются 100%. Сегодня видеосвязь по Скайпу была с Ялтой. На собеседование в Абакане пришли около 40 человек. Еще 17 слушали предложения работодателей в Саиногорске. Представители ялтинских санаториев рассказали об условиях труда и заработной плате. И здесь многих соискателей ждало некоторое разочарование. Суммы небольшие. В среднем 15-20 тысяч. Мы ожидали, конечно, побольше зарплаты. А что обещают? Ну, обещают там копейки. Зарплаты маленькие. За свой счет ехать надо. Вообще смешно, если честно. Работа в Крыму имеет свои плюсы и минусы. Например, до места придется добираться за свой счет. А дорога не близкая. Плюсы – бесплатное проживание. Ну и, конечно, море и пляжи. Просто перемена в жизни какая-то. Что-то новенькое. На море покупаться, отдохнуть, поработать. Ну, просто перемены. То есть для вас это не способ заработать деньги? Нет. Ну, больше отдохнуть. В общем, смена обстановки для меня больше. Заработать я хочу заработать. Ну, и хотела бы и у моря. Ни разу не была на море. Ярмарка крымских вакансий продлится весь апрель. Интерактивные собеседования будут проводиться не только в Абакане, но и в других городах и районных центрах. Чтобы поучаствовать и пройти собеседование с работодателями Крыма, необходимо заранее обратиться в местные центры занятости. Олеся Калиниченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Кстати, всем тем, кто намерен ехать, например, в тот же Крым на летний сезон, стоит подумать о двух вещах. Чтобы не остаться без работы, нужно обязательно подготовить два документа. Санитарную книжку. Это для тех, кто намерен трудиться в системе общепита. И справку о наличии либо отсутствии судимости. Тем, кто планирует работать с детьми, например. О последней надо позаботиться заранее. Документ делается не быстро. УВД Абакана нам рассказали о других любопытных вещах. Подробности в следующем материале. Пятиминутная процедура, и ты навсегда в базе. В единой базе данных МВД России. Всплыви этот отпечаток пальца где-то, владельца полицейским искать долго не придется. К слову, сам процесс очень назидательный. По отпечаткам пальцев раскрываются многие серьезные уголовные дела. Но и законопослушным гражданам пройти такую фотосессию будет полезно, уверены в полиции. Отпечатки помогут буквально за минуту установить личность человека, попавшего в беду. Случай был не так давно, наверное, недели две назад. Произошло ДТП с пострадавшими. На мужчину были документы, то есть удостоверяющие его личность. А женщина была сразу не опознана, так как документа при себе не имела. При проверке по базе было установлено, что это является граждан такая-такая. Установили родственника, установили, где она живет. Потом уже, когда в сознание она пришла, уже, ну, видите, какие плюсы большие. А так бы в больницу попало, кому родственникам сообщать. Дактилоскопия делается бесплатно шесть дней в неделю и без предварительной записи. Это только одна из госуслуг, которые оказывает полиция. Среди других оформление разрешения на оружие и набирающая все большую популярность справка о наличии либо отсутствии судимости. Ее сегодня требуют уже не только госструктуры, но и частные компании при оформлении на работу. За 2015 год мы приняли 360 человек, сейчас мы приняли 80 человек, не учитывая вашего заявления. То есть в день у нас выходит по 4-5, бывает 6 человек. Ну, как правило, граждане у нас обслуживаются не более чем 3-4 минуты, очередей каких-либо нет. Документ призван отсеивать сомнительных личностей от работы с детьми, например. Не должно быть их и в играх взрослых, особенно в политических. Мы такое решили принять, что от партии «Единая Россия» людей, которые каким-то образом подвергались уголовному преследованию и у них были судимости, мы выдвигать не будем и не станем. Поэтому такие документы мы берем. Сегодня я тоже являюсь участником голосования зарегистрированным, тоже я взял такую справку. Правда, всем тем, кто желает получить справку об отсутствии судимости, надо думать о ней заранее. Ее оформляют 30 дней. За это время сотрудники проверят всю подноготную. Получить бумагу тоже возможно только в том участке, откуда поступил запрос. Все-таки это документ строгой отчетности. Елена Крылова, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. События недели. И последнее. Наша государственная телерадиокомпания начинает новый проект. Хакасия в годы Великой Отечественной войны. Все, у кого есть фотографии о республике и ее населенных пунктах в военный период, просьба принести их в нашу редакцию или направить на электронную почту. Нам интересны фотоснимки на любую тему. Железная дорога, театры, помощь в фронту, госпитали, сельское хозяйство, промышленность, образование. Главное, чтобы фото касались Великой Отечественной войны. Более подробную информацию о проекте можно узнать на нашем сайте или по телефону. И это все на данный момент. Пусть следующая неделя будет удачной и увидимся.